Люба вышла с собачкой погулять и увидела вас. Галина Кишинева прожила 31 год. Это один год, рискнули переехать. Как дитё уже. Люба так интересно вышивает ленты. Чудо-пупсик такой. Люба из Молдовии. И вот она нас угощает такие интересные оливками. Как щёточка называется? Это поселок и посленных ксехоса его. Патистеса. Не, патитеса это значит они, как сказать, под прессом лежали. А, под прессом. А посленных окион, он амоксехоса. Сами делают они оливки. А, анфисис называют. Я всегда забываю. Это коламон. А это вот эти же оливки, но только они зелёные ещё и последующие. А кто его и свои помидорки? Домашние. Да, всё домашнее. И хлеб. И хлеб. Да, да. И картошечку послали. То есть мы заскучились по своей, видимо, кухне, да? Конечно. Я сказала. По своей. По своей. Что самое интересное, мы удачно встали у Любиного дома. Да, да. Супер, ребята. Люба вышла с собачкой погулять и увидела вас. Дело в том, что я это вот по чуть-чуть можно, да. Это вот, я только сказала, ой, ой, русские приехали. Он сразу сказал, при вашем гости. А, даже так, да? Да. Он очень хлебосольный. Он очень хлебосольный. Греки такие приветливые, например, да? Не обращайте внимания, я потом всё расскажу. А, по любой. Они разные. Они разные. В основном не очень. Василаки где-то не шести? А, вот так. Встань! Эху мэй стоп! Эху мэй! Зэнппинумэй! 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 Люба из Молдавии. Вот уже 17 лет у меня соживёт. Ой, господи, ну. Ты такая красивая. А родилась в Калуге. Родилась в Калуге. Наша землячка почти. Вы везли меня в 5-летнем возрасте оттуда. Из Калуги? А сразу в Молдавию? А это прямо в столице жили? А, в Украине? Прожила 16 лет на Украине. В Первомайской, которую разбомбили. А, вот как, ага. Даже моего там дома нет. Уже сейчас, да? Да, ну, конечно. В Первомайской разбомбили. Десять или шесть. Ну, как даже. Вот. А потом поступила в институт. Ой, в техникум в Одесский пищевый управление. И в Кишинёв направили. И в Кишинёв прожила вот, сколько? 31 год. 31 год? Нет, в принципе, 35, но 31 прожила, когда я уехала. То есть, а сколько вам лет было, когда вы сюда переехали? 51 год. Да. Рискнули переехать. 52 год в Грецию? А, за мной, да? Да. Отлично. Супер. За другого. Первый. У меня муж умер. Он умер бедный. То есть, это второй брак получается в Греции? Отлично. Так что, все, кто у нас унывает, не унывайте. Да, можно в Греции. Попробуйте. 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 Потому что патистес я никак не могу. Мне нравятся вот, которые вот такие, как они, ты знаешь, один бывает очень соленый, другой не очень соленый. Выплевывая эту косточку и, как она называется, господи, видишь, по-русски уже забыла сказать. Их ужин приготовила милая. Картошечку пожарила. Помидор, огурчики, вот такой. А всем картошечка милая? Морковка, баклажаны. О, морковка, баклажаны. Вот такая, ребят, вкуснятица. Все, что было в холодильнике. Да, все, что было в холодильнике. И так вот можно готовить. Мы в Каменном Бурле. Старые вот источники, куда мы приехали. Здесь они похолоднее, прям вообще такой пруд приятный. Сейчас никого нету. Вот тут нас кто встречает. Котерок надоедает. Такие маленькие пупсята бегают. Собака прыгает. О, папа, привет, привет. Вон какой красавчик. Привет, привет, привет. Такой чудо-пупсик. Вот второй такой. Вот охранники. Так что, ребята, нас тут не пускают. Прохладненько, да? Вон, видите, какие тут. Вода, видно, давно уже никто не заходил. Сюда. Сейчас посмотрим. Вода. Ну, такая тепленькая, но такая. В общем, как в Таиланде. Но мы еще хотим погорячее даже. Вот, видите, здесь никого нет. Такая парковка. Вторые вот еще источники. Сейчас поедем, где погорячее. Они, красавицы. Тут собакам даже корм дают. Кто-то видит, кто-то их держит. И вот вторые. Вообще, ребята, все бесплатно здесь. Можно приезжать, что-нибудь снимать здесь. Вот мы сейчас квартирку ждем по 10-й день вне сезона. Вот там через знакомых попробуем. Вот она сюда уже пришла ко мне. Вот вторые источники такие тоже. Вытекают они так. И туда текут. Здесь так, я думаю. В общем, в июле, говорит, в июле бабуха здесь лучше не приезжать. Потому что 20 головов, говорит, торсит, говорит, вообще не залезть сюда. Поэтому лучше вне сезон здесь быть. А я думаю, что они такие толстые. Эти собачаков. Да. Вот реально с горами здесь все. Прям такие виды классные. Вот здесь вот буквально идет этот автобан платный. Дорога. И там уже море. И вот такой у нас вкусный обед. Гречка. С оливками. И с таким вот паштетиком. Становились в таком месте. Это райончик Каменного Урла. Вот наша машина легковая. Вот так поставили автодом. Подсоединил я электричество. Вот здесь мы познакомились с очень хорошей женщиной. Она из Молдавии. Но уже 13 лет замужем за греком. Вот нам дала электричество. Договорились мы где-то там вот с Wi-Fi 4 евро в день заплатить. Вот я так видите кинул проводкой. И прям проходит. И сразу вот здесь вот выходит сюда. Тут рядышком есть водичка. Можно воду налить. Соответственно там поменять туалет и слить воду. Здесь тоже вкусики сделаю. Ну туалет поменять. Там вот речка есть. Вот здесь вот такая вода есть. В общем тут все так удобно. Хорошее местечко здесь. Очень тихо спокойно. Она здесь сейчас не сезон и два месяца. Сегодня на 26 января. Она здесь живет одна в доме. Потому что никого нету. Все квартиры имеют только на лето. Вот такой здесь гараж. Мы легковую машину сюда загоняем. Они говорят, заезжайте сюда, не стесняйтесь. Много места, потому что все свободно. Вот здесь вот. Вот стоит Мерседес. Ее мужа Василия. Василию 79 лет. Такой взрослый, дяденька такой. Ну еще бодрячок. Вот здесь машину ставим. Вот здесь я заправляю воду. Вот видите, здесь такие вот еще вот есть прицеп. Здесь он говорит, летом сосед приезжает. Семья живет в доме, а он спит. Вот в такой. У них называется Трехоспитас автодом. Трехоспитас в таком вот спит. Поэтому мы пока остановились здесь. Может быть дней десять здесь поживем. Ну сейчас еще вот тут пока и подыскиваем апартаменты. Если что-нибудь за десять первый день найдем, то мы приедем в апартаменты. Еще в апартаментах поживем. Сегодня чуть-чуть немножко похолодало. 8 градусов тепла. Мы каждый день все-таки ходим. Так и ходим в горячие источники. Купаемся. Тут их несколько. У нас такой завтрак опять. Кашка очень вкусная. Илюша, чем кашка? Любимая твоя. Любимая кашка. Овсяная. С клюквой, с орешками, с семечками, с тыквенными. Вот, вот, вот. Столько всего. Столько мы выжимаем каждый день. Даже в автодоме. Кстати, нормально вполне. Такая ручная выжималка есть. Вкусная. И кофеек. К нам жених приехал в соседней деревне. Зовут его Йока. И он нашу Линду атакует. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Мы здесь живем уже. Третий день. Уже вот так побудились. Нам электричество сдают по вечерам. вода здесь под боком все, есть вот такой вот домик и хочу немножко рассказать ощущение-то, ходим купаться в термальных бассейнах, вот не ездим даже в фермопилы, здесь рядышком бассейн у нас есть, вот прямо вот здесь в Каменном Урле тоже неплохой, такой теплый правда единственное, там место такое в тени находится, поэтому когда погода прохладная, солнца вообще нет и получается вылезать холодно лучше бы конечно вылезать именно вот когда на солнце ну, что ж как есть, так и есть потому что отопление конечно здесь, ребята, отопление здесь конечно очень дорого стоит, и здесь в общем даже им без разницы, сколько там топишь, не топишь, у них есть определенная сумма они ее выставляют а там без разницы, ты топил, сильно не топил есть с каким-то категорием, если сильно топишь там чуть побольше, там если не сильно то все равно какой-то лимит ты платишь и в них заложен здесь все, налоги, все остальное вот здесь еще приезжала нам тоже замужем за греком, эмигрантка Елена из Питера она вот говорит, у нас за три месяца выходит отопление где-то тысячу евро вот представляете, здесь такие цены и рубль здесь они конечно деньги очень жестко суммы не маленькие поэтому вот так вот здесь, чтобы жить и мы посмотрели, Юля прям почувствовала, то есть находилась в этих апартаментах и поняла, что вообще здесь в ванной будет очень холодно мыться и поэтому мы не стали даже снимать так остались жить в нашем автодоме вот, наверное, еще здесь пару дней погреемся то есть, точнее говоря, походим в автоисточники в горячие источники и уже, наверное, тронемся дальше конечно, здесь, ребят, в плане зимы здесь очень сложно все вот Лена рассказала они здесь два года всего лишь живут до этого с мужем в Греции грекам жили в Питере здесь и ноги и ноги болят очень какие-то коленки, говорит, и артрит, говорит, что-то и в общем в общем очень много болезней разных астма, говорит потому что именно вот все промерзает включить отопление они много, сильно не могут потому что просто очень дорого вот такая вот, так сказать, тематика у них странная поэтому здесь зимой, конечно, лучше находиться у нас, по сути дела в России очень в этом плане даже лучше там копейки все стоит газовое отопление есть у них газ есть в этом плане газовое отопление вообще нет только все на электричестве и вообще даже ничего не предусмотрено все вот эти вот помещения, которые я вам показываю вообще, видите, закрыто все они используются только вот при этом зимой почти в них никто не живет нужно электричество включать и получается очень дорого поэтому тут не выгодно даже что-то делать о, вот, Василь хелло, муж Любы мы мясом не очень балуемся поэтому мы едим такой вегетарианский супчик сварила милая в домике вот с такими вкусными таким поджаренным хлебом с авокадо а где, ребят, ну вот в Афинах ночевали там около отеля одного туристического познакомились тоже там хозяйка была Елена тоже замужем за греком вот она, по-моему, откуда-то из Казахстана вот хорошо очень на русском говорит точнее даже не забыл его русский хотя здесь давно уже очень находится она вообще рассказала, что у них вот отель 60 номеров и они в месяц в месяц платят за электричество 5000 евро представляете, какая сумма 600 евро, говорит, только за воду платят они и то у них сейчас, говорит, все там сейчас очень сильный кризис в кризисе народу очень мало хотя у него такой отель-то я спросил а у вас, говорит, туристические туристы-то у вас есть? она, говорит, туристов, говорит, у нас нету я говорю, а кто же здесь у вас? она, говорит, ну как вот тебе объяснить? ну вот ты, говорит, там захотел налево сходить? вот в такой отель, вот видите тут оказывается у них вот эти отели очень популярные я просто не знал у нас в России такие вообще есть нет ли я просто не в курсе даже вот здесь оказывается эти отели очень популярные у них тут ходят такие отели вот куда-то чего-то вот так вот вот поэтому такие цены очень мощные поэтому когда все нормально было кризиса не было у нас здесь прям очень стояло а сейчас конечно уже очень мало наше местечко каменного угла где мы живем уже недельку такие вот горы с другой стороны море остров сегодня раннее утро хорошее солнце яркое тихо хоть не сезон всего народу много мы собираемся видите провод идет я подключался к второму этажу и вот мне любая хозяйка виде спустил на веревочке провод чтобы я удлинитель собрал электричество который мы подключались так интересно вот это 10 киловатт выбрали я покажу сейчас бумажку это показали фирма пильское ущелье когда-то в стародавние времена здесь был узкий проход между морем и отвесными скалами скалы на месте море ушло далеко далеко от этого места подходящими почти вплотную к воде но сейчас этого нет как обисывает гератоп было трое ворот самый узкий из которых всего 15 метров вот там то царь леонид вот ему памятник со своим немногочисленным войском пытался остановить неприятеля всем известна эта история про 300 спартанцев правда у леонида было не 300 человек а чуть больше 7000 вся греческая армия которую успели собрать и не только спартанцы ополчение всей греции но этого все равно не хватило учитывая огромную персидскую армию почти 250 тысяч итог известен героическая оборона после которой все умерли афины пали но память осталась сейчас на этом месте уже нет никакого ущелья вода отошла от гор почти на два километра дорога вот она равнина и памятник героем защищавшим свое отечество ну как ты твой любимый фильм 300 спартанцев не поймешь если фильм не посмотришь что вообще было по крайней мере если вы увидите 3 спорта память непонятен вот этому саму главную сражению который царю спарты леониду не миллиона 250 тысяч персидская была армия неплохо а их было около 7000 греческая 300 спартанцев 300 спартанцев 7000 всего греков и 250 тысяч персидская армия разница хорошая дальше трогаемся из каменного урла вот доехали уже до памятника 300 спартанцев милый разворачивается и едем на термальные источники они есть рядышком прямо там можно тоже стать вот здесь виде большая парковочка так здесь можно около памятника ночевать останавливаться все спас спокойно здесь такой вот простор там мой недельку пожили и нормально можно трогаться дальше приехали на это место фирма пилы из каменного урла то что на машине своей вот сейчас приехали на автодоме не знаю может один-два дня здесь постоим хотя уже недельку в источниках купаемся ездили на ушки чудо даже поднаела хорошее чем место вот сегодня застали так что за дома уже уехали и мы здесь остались одни хорошо это машина можно рядом ставить приходим ехать документ смотреть и вот так вот купаться милый как тебе отлично вот такая водичка теплик вот здесь вам место классные ребят твои дети так глубоко прям супер здесь можно посидеть не уходя от дома одним словом носит да вот немножко сносит и прям после источника сразу можно в автодом забегать печку включить и будет тепло вот ребята остановились на платные дороги потому что просто бесплатно очень далеко в серпантин уходит поэтому решили что заплатить на парковке перекусить милый вот сделала салатик быстренько бутерброды конечно цены там очень дорогие там burger king какой-то магазине все дорого гораздо вот так вот да и вкусно вот так вот юля сделала салатик и мы сейчас перекусим и все это вы трюсок если нужно будет в евро 1 надо я думаю вот это ребят порция стоит евро приготовление юли самостоятельно в авто доме так все гораздо дороже мы уже ее темноте опять выехали на платную дорогу потому что то здесь все перекрыт какие-то дороги в общем одним словом выгода серпантин начинается вот вверх и специально обладают кусочек маленький проехать дорог других не вижу нормальных вот едем по плату опять надеюсь сегодня будем поближе к ларисе становишься вот а и Субтитры сделал DimaTorzok